МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Здравствуйте. – Добрый день. – И немного расскажите, чем вообще занимается ваша структура, потому что не все знают, чем она занимается, что делает. – Ну, я думаю, многие знают в самой области, чем занимается и профильная комиссия общественной палаты, и мы как организация, которая создана общественной палатой, это региональный центр общественного контроля, ЖКХ-контроль. У нас, в принципе, два основных направления. Первое направление – это введение разъяснительной работы населения о том, что происходит в сфере ЖКХ. Сфера ЖКХ достаточно такая объемная, часто меняющаяся. И вот знать, что происходит, какие изменения в законодательстве, как поступить в той или иной ситуации. Мы выезжаем в города, в муниципальные районы, встречаемся с председателями Советов Домов, председателями ТСЖ, проводим ВКСы для председателей Советов Домов и ТСЖ, готовим какую-то литературу разъяснительную. Вот это разъяснительное первое направление, по которым мы занимаемся. А второе направление – это общественный контроль в сфере ЖКХ. Понятно, что руки у нас особо-то не развязаны в этом плане, но тем не менее мы контролируем и исполнение комфортной городской среды, эти наши программы федеральные, переселение из аварийного жилья. Наши специалисты ездят по тем объектам, которые строятся, принимают участие в приемке работ, и достаточно серьезное отношение в этом идет. И кроме этого, мы встречаемся с управляющими организациями, рассматриваем конфликтные ситуации, которые возникают между жителями, и управляющими компаниями, и жителями, допустим, ТСЖ и ЖСК. То есть работы достаточно много, и практически каждый день мы на связи, проводим консультации. Я сам лично провожу каждую среду приемы по личным вопросам, а с утра онлайн-консультации по вопросам ЖКХ. Так что многие жители Самарской области в курсе того, чем мы занимаемся, и с удовольствием мы встречаемся с ними, и вот в ходе этих встреч как раз получаем обратную связь. Обратную связь, а что волнует жителей, что интересует жителей. И вот это является основанием для того, чтобы мы инициировали какие-то изменения в законодательство. А так как законодательство у нас в сфере ЖКХ в основном это федеральное, то у нас налажены четкие и хорошие контакты и с Общественной палатой Российской Федерации, и с Комитетом ЖКХ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Поэтому отдельные наши инициативы, кстати, нашли отклик и уже принимаются, и мы их видим в жилищном кодексе других руководящих документах. Понятно. То есть получается, что вы эксперт в этой теме, наверное, самый подконный что ли. Ну, мы стараемся, да. Мы стараемся. То, что связано с землей, то, что волнует жителей, да, вот эти наши платежные документы, вот эти ситуации. Вот о них как раз хотелось спросить. Вот как раз с этим мы и занимаемся, да. Расскажите, что у нас произошло с 1 июля? Все настолько недовольны и не все понимают, в чем суть этих изменений. Вот расскажите, что это такое, почему они вдруг? И, ну, это нормально или что нам? Ну, понятно. Возмущаться? В соответствии с законодательством, каждый 1 июля следующего года происходит регулирование тарифов на услуги ЖКХ. Вот чтобы было понятно, в двух словах, если можно, вот все тарифы у нас делятся на две категории. Это жилищные услуги, это те платежи, которые мы платим управляющей компанией за обслуживание нашего дома. А вот все, что входит в наш дом, все коммунальные услуги, холодная, горячая вода, водоотведение, электричество, газ, тепло, твердые коммунальные отходы, это и есть коммунальные услуги. Так вот, два вида их есть, жилищные и коммунальные. Жилищные услуги определяет общее собрание собственников. Люди сами говорят, сколько мы хотим платить за то, чтобы обслуживался наш дом. Совместно с управляющей компанией и на общем собрании принимают решения. Они могут увеличить эти тарифы в два раза, в три раза, в пять раз, если хотят, чтобы дом был у них хороший. Никакого регулирования здесь нет. То есть сколько хотят, столько и будет. Но эта ставка содержания, она должна быть не менее одного года длиться. Только через год можно ее менять. А вот коммунальные услуги, государство ограничивает их рост. То есть государство регулирует рост коммунальных тарифов. Чем оно их регулирует? Оно их регулирует предельными индексами оплаты граждан за коммунальные услуги. Значит, что это такое? И вообще, как это вообще происходит? Значит, правительство Российской Федерации принимает распоряжение, в соответствии с которым определяет предельные индексы оплаты граждан для каждого субъекта Российской Федерации. То есть для Самарской области на 2024 год был определен предельный индекс 9,5%. Плюс-минус 2%. Это может регион добавить или уменьшить. После того, как вышел этот документ, губернатор Самарской области принимает свое решение. Исходя из этих 9,5% плюс-минус 2%, он определяет предельные индексы для каждого поселения Самарской области. Город, поселок городского типа, село, неважно. Вот для каждого из этих населенных пунктов свой предельный индекс. А как их считают? На чем основываются? Где-то теплее, где-то холоднее, грубо говоря? Нет, нет, конечно, нет. Считает это все Департамент ценового и тарифного регулирования. Это государственная структура, которая регулирует эти тарифы. Она определяет тарифы за коммунальные услуги каждой ресурсоснабжающей организации. Чтобы было понятно, что у нас в Самарской области более 700 ресурсоснабжающих организаций. Это те организации, которые производят тепло, электричество, газ, воду, водоотведение и так далее. То есть более 700 организаций. И вот каждая из этих организаций приходит в Департамент ценового и тарифного регулирования и говорит, определите нам тариф на 2024 год. И Департамент смотрит, можно поднять тариф на 10%, можно на 15%, можно на 20%. Но департамент исходит из того, что сумма платежей за все коммунальные услуги у жителя не должна быть больше, вот допустим в Самаре, 11,7%. Допустим, где у нас другие муниципалитеты есть, Сатыль, Тольятти, Чапаевск и прочее. У всех разные 10,5%, 11,5%, 10% и так далее и тому подобное. Так вот, сумма платежа не должна быть больше, чем мы сейчас будем говорить о Самаре, 11,7%. А почему именно такая цифра? А вот смотрите, почему в Самаре вроде бы принято было 9,5% плюс-минус 2%, 9,5% плюс 2% это будет 11,5%. Но у нас в Самаре и в Новокуйбышске по теплу есть тепловая зона, вот это вот, то, что тепловые организации регулируют тарифы, у них тарифы идут, да, они не регулируются, они достигаются соглашением между администрацией города и ресурсоснабжающей организацией. Поэтому там у нас получается 11,7%. То есть это другой вопрос. А почему не 20? Ну, нет, 20 уже не может, уже не может быть. Все, вот у нас это предел, это предел. Вот я просто хочу понять, как это считают, почему вот 11%, да, то есть что, какие вещи-то смотрят, да. Смотрят, вот какие раньше были тарифы, да, обеспечивались ли ресурсоснабжающие организации, достаточно ли им было средств для того, чтобы вести работу по подготовке к земле, да, перекладке сетей и так далее и тому подобное, да. Вот исходя из этого и смотрят, каковы вообще были платежи на этой территории. Если они были низкие, то им чуть побольше делают. Если они были высокие, им поменьше делают. То есть вот исходя из этого. А вот, чтобы проще объяснить, да, а что такое предельные индексы, да, давайте на примере возьмем. Вот июнь месяц прошел, да, у нас есть коммунальные услуги. Холодная, горячая вода, водоотведение, электричество, тепло, газ, твердые коммунальные отходы, да. Вот за все эти коммунальные услуги я, допустим, заплатил 4 тысячи рублей за июнь. За июль, вот за тот же набор коммунальных услуг, за те же объемы, я должен буду заплатить на 11,7% больше. Это 468 рублей. То есть больше я могу заплатить на 468 рублей. Не на 470, не на 490, не на 500, а вот именно на эти 468 рублей, вот 11,7%. Все. И то же самое касается другого муниципалитета, да. Но надо учитывать еще два факта. Первый. Не во всех домах есть этот набор, полный набор коммунальных услуг. У кого-то нет горячей воды, правильно? У кого нет газа. То есть у них этот предельный индекс будет ниже, ниже. Второй момент. Субсидии. А вот когда принимается решение о повышении тарифов, всегда пересматриваются меры социальной поддержки жителей. То есть люди получают субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, они, естественно, выше становятся. Компенсация, да. Все вот это вот возрастает. И если посмотреть в среднем среднестатическую семью, которая получает субсидии, допустим, да, вот этот платеж, мы сейчас говорим о Самаре, допустим, 4,68 рублей, да, он получает в виде субсидии дополнительно, да, компенсации, вернее, компенсации, да, правильно сказать. Он где-то порядка 200-300 рублей получает. То есть и того у него получается увеличение платы где-то на 100, ну, 200 рублей максимум. Но я думаю, что да, для кого-то это большие деньги тоже, но если в целом посмотреть, это уже, может быть, не такие большие деньги, о которых идет речь. Поэтому я всегда говорю, вы не обращайте, пожалуйста, на рост тарифов. Да, это неприятно, но вот этот рост, еще раз повторю, государство всегда ограничивает. И плюс еще меры социальной поддержки люди получают. А все равно вот, ну, мне непонятно, потому что я филолог, я считаю плохо. И вот смотрите, значит, в этой сумме, получается, что-то подорожает, а что-то нет? Горячая вода, допустим, подорожает у кого-то газ? Нет, все подорожает за исключением твердых коммунальных отходов. А, все, да, 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 все, я понимаю. Все подорожает, да, вот есть у меня данные, в среднем, в среднее будет, сколько, насколько подорожает, допустим, отопление на 9%, горячее водоснабжение 11%, водоотведение 10%, электроэнергия почти на 9%. То есть вот этот рост, но я еще раз повторю, это рост каждого конкретного тарифа. Но в сумме платежа не более, чем вот тот предельный индекс, который определен для каждого муниципалитета. Вот смотрите, у нас Красноармейская 9,5% рост будет, Петра Дубрава 9,5%, Новокуйбышевск 12,3%. То есть там тарифы были низкие. И их сейчас выравнивают, чтобы они были где-то примерно, приблизительно равными по всей области, и ресурсоснабжающая организация могла что-то делать на эти деньги. Понимаете, вот для чего все это делается. Потому что и у ресурсоснабжающих организаций есть свои проблемы. Это инфляция, да, это рост заработной платы, она увеличилась сейчас, да. Дальше цена материалов, которые они должны использовать для ремонта. И все это накручивается, и, естественно, им нужно. Ну, я думаю, каждый понимает из жителей, что в связи с тем, что инфляция идет, да, везде все растет. Это и касается продуктов, и одежды, и так далее. В том числе и нашей отрасли, вот отрасли ЖКХ. А у нас давно не повышение, ну, вот так тарифы не повышали? Или это происходит регулярно, каждый год? Да, каждый год должен происходить. Но у нас в 2023 году повышения не было. У нас последнее повышение было в 2022 году. И после этого, в 2023 год, мы вообще не трогали тарифы. И вот теперь, в 2024, в 1 июля. Следующее повышение будет 1 июля 2025 года. Но сейчас, я скажу, рассматривается вопрос о том, что вот эти тарифы на коммунальные услуги регулировали на 3-5 лет. То есть, если их будут регулировать на 3-5 лет, да, то, соответственно, повышение тарифов, изменение тарифов будет происходить раз в 3 года или раз в 5 лет. Поэтому мы тоже ждем этого события, когда все-таки будет долгосрочное регулирование тарифов. Тогда проще и понятнее будет и жителям, и ресурсоснабжающим организациям. А вот вы говорили про льготы. Кому положена эта компенсация? Не всем же? Нет, нет, льготы положены определенным категориям. Да, это надо... Как будет узнать? Я подхожу? Значит, смотрите, первое, компенсация расходов, да, это льготы определенным категориям. Участники боевых действий, инвалиды, многодетные, там и прочее, прочее, прочее. Субсидия. Это те люди, те семьи, у которых вот сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги, да, в целом, все платежи, больше 22% от всех доходов, которые получает семья. Вот если, допустим, семья получает, ну, образно будем говорить, да, 50 тысяч, а за услуги ЖКХ она платит, допустим, 25%, одно четвертую. Вот они имеют право на получение вот этой субсидии. И сейчас скажу, что в Государственной Думе рассматривается вопрос о снижении порога не 22%, а 18% или 15%. Что это даст? Это даст то, что количество семей в Самарской области, которые будут получать субсидии, увеличится. То есть людям станет легче жить в этом плане. То есть вот эти категории, узнать это Министерство социально-демографического развития, да, вот там это есть департаменты, куда можно прийти и уточнить эту ситуацию. Сейчас, кстати, изменили законодательство, и сейчас получение субсидий и компенсаций можно сделать в один крик через госуслуги. Да, то есть не надо собирать, будет все документы нести, справки о доходах, о расходах и прочее. То есть вы зашли в систему госуслуг, и через госуслуги можете подтвердить тот факт, что у вас расходы такие-то. И вы будете автоматически получать вот эти субсидии. Удобно. А как быть вот тем, кто не понимает, вот хоть убей, не разбирается, и кажется, что там где-то что-то не так, обманули, куда обращаться? Значит, смотрите, вот вопросы начисления платы проверяет Государственная жилищная инспекция. Есть там целый отдел, который занимается этим вопросом. Если вы получили квитанцию, да, и у вас возникли какие-то вопросы по тарифу, да, по объему, по сумме платежа и прочее, вы можете письменно обратиться или через систему ГИС ЖКХ, или через МФЦ, допустим, да, либо письменно написать в Государственную жилищную инспекцию. Прошу вас проверить правильность начисления платы, допустим, за тепловую энергию за такой-то месяц. Копии квитанции за предыдущие три месяца прикладываю. То есть для того, чтобы ГЖИ могла проверить, правильно ли начислены эти цифры, а потому что правильно у нас некоторые управляющие компании грешат тем, что неправильно считают. Правда? Есть такое, да, есть такое, нам часто приходится разбираться с этой ситуацией, да, и вот ГЖИ, когда получит ваше обращение, оно сделает запрос, есть ли показания приборов учета, либо это по нормативу, да, и посчитает, правильно ли вам начислили вот эту плату. То есть обращаться только туда. А если нет, они должны будут как-то вернуть через суд потом? Значит, если там они неправильно насчитали, допустим, увеличили, да, то в следующей квитанции они сделают перерасчет. То есть деньги возвращать не будут. А в следующей квитанции вам сделают перерасчет. То есть начисление суммы будет одна, за минусом вот лишнего, то, что они начислили, к оплате будет другая сумма. Ну, к сожалению, время наше подходит к концу. Еще остались, конечно же, вопросы, но я думаю, что наши телезрители обратятся обязательно. Теперь они знают, куда именно. Спасибо, Виктор Иванович, спасибо за ваши ответы. Напомню, в нашей студии был руководитель регионального центра общественного контроля, ЖКХ «Контроль» Самарской области, Виктор Иванович Савских. Также он является председателем профильной комиссии Общественной палаты Самарской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова